И я приглашаю следующего нашего спикера. Это Дмитрий Соколов, основатель компании Pocket DJ, выпускника акселератора Free. Проект победитель хакатона в Яндексе. Лучшая работа для студии Артемия Лебедева «Сир Кефир» и выпускник «Толстой Яндекс Кэмпа». Проект включен в шорт-лист этого проекта. Добро пожаловать, Дмитрий. Работает? Работает. Привет, друзья. Меня зовут Дима Соколов. Сегодня я хочу рассказать вам о минимально жизнеспособном продукте, а точнее о подходе с точки зрения бизнеса к тому, как правильно делать МВП. Ну, для начала вообще о том, почему я могу об этом рассказывать. Ровно год назад, в первых числах марта, я попал на Яндекс Толстой Кэмп, в акселератор Яндекса, с идеей создать музыкальный сервис, который поможет всем меломанам в мире и с помощью одной кнопки будет делать людей счастливыми. Потом, спустя два месяца непрерывной и тяжелой работы, пригласили нас в фонд развития интернет-инициатив. Мы прошли акселерацию в фонде, получили инвестиции. Сейчас наш проект растет и развивается, и в ближайшее время мы выходим на зарубежный рынок. В фонде развития интернет-инициатив мы стали самой быстрой командой, потому что мы смогли проверять по 2-3 гипотезы в неделю. А еще победили на хакатоне в Яндексе, создав другой музыкальный сервис, который стримит из браузера «Ослис Музыку». Немножко тут заклинание произнес, надеюсь, кто-нибудь понял. Вообще, это IT-конференция. А я тут хочу про бизнес вам немножко порассказывать. Но почему так? Скажите, пожалуйста, есть в этом зале люди, поднимите руки, кто хочет создать большую IT-компанию, в которой будут запущены. Смелее, смелее, ребят. У кого будут крутые продукты, убийцы гугла, аппла, так, отлично, есть руки, хорошо. Вот, так, не стесняемся, темные кардиналы начинали признаваться. Хорошо. Вот, соответственно, следующий вопрос. А кто-нибудь из вас, вот особенно к тем, кто руки поднимал, знает про методологию Lean Startup, которую разработал Эри Крис, Стив Бланк? Так, рук поменьше, но они есть. Очень хорошо. Вот, сейчас всем тем, кто поднял руки в первый раз, но не понял во второй, я очень настоятельно рекомендую вот эти вот две книжки. Первая, синенькая на английском, беленькая на русском, это методология Lean. Что Яндекс.Старт, что фонд развития интернет-инициатива, это на минуточку самый крупный венчурный фонд Европы, у которого в управлении 6 миллиардов. Y-комбинатор, самый знаковый стартап-акселератор в Калифорнии. 500 стартапс и стартап-акселераторы Израиля все используют методологию Lean. То есть это вот такая настольная книга, мантра. И если вы со своими проектами, со своими будущими империями задумаете пойти в какой-то акселератор, вам, от вас будут ожидать, что вы хотя бы их открывали. Поэтому, ребята, постарайтесь почитать. Итак, Эрик Рис впервые сформулировал и популяризовал понятие вообще МВП, Minimal Weable Product, минимально жизнеспособный продукт. Что это по сути такое вообще? Минимально жизнеспособный продукт – это по большому счету процесс. Процесс, когда вы ставите на цикл процесс создания, проверки и обучения. То есть минимально жизнеспособный продукт, он совсем не должен содержать все фичи, плюшки, вот эти вот все то, что любят очень делать разработчики вокруг своего продукта. Нет, он должен решать одну основную проблему клиента. А уже потом, когда вы будете делать не МВП, а сам продукт, вот тогда придет время для плюшек и фич. Еще говоря про МВП, хочу заметить, что он должен быть собран так, чтобы с помощью него можно реально было понять, вот он успешный, удачный или все-таки нет. Потому что когда ни шатка, ни валка, гипотезы не проверяются, когда фидбэка от пользователя нет, значит, с ним что-то не то. Он должен быть конкретным, решает он проблему или нет. Эту картинку я стащил у своего конкурента, SEO Spotify, она мне очень нравится. Прежде чем мы перейдем к реальным кейсам МВП, которые создавал я в компании Pocket DJ, общий знаменатель, давайте представим себе сферического стартапера в вакууме, который решил создать свой стартап под названием средство передвижения. Вот, значит, приходит стартапер к своему соседу и говорит, друг, слушай, хочешь на работу за 30, не за 30 минут ездить, а за 15? Давай мы тебе что-нибудь придумаем. Вот смотри, вот тебе доска, 4 колеса, попробуй. Ну, тот чувак встает, такой, да, получается, слушай, нормально, реально доезжаю до работы за 15 минут, на тебе золотую монетку. Через некоторое время сосед возвращается и говорит, слушай, а что-то вот падаю, то колесо отвалится, то что-то вот неудобно, ноги устают, можно какую-то палку и держалку придумать? Да не вопрос, на тебе палку прикрутим, вот, здорово, вообще удобно стало, на тебе две золотые монетки. Вот, ну, еще через некоторое время, слушай, дружище, что-то попа устает, да и падаю все равно постоянно, как-то вот надо что-то, дай мне попу посадить, и чтобы удобно было, да и, конечно, вот тебе велосипед, мы тут год разрабатывали целый, смотри, какая штука, супер, на тебе три золотые монетки. Ну, спустя еще год, слушай, друг, совсем устал я, ленивый стал, сделай так, чтобы мне вообще ничего крутить не надо было, чтобы я сел и просто до работы за 5 минут доехал. Да, конечно, вот, пожалуйста, тебе двигатель внутреннего сгорания, мы как раз тут целый неокор развернули, сделали, давай тебе прикрутим. Ну, и напоследок, слушай, дружище, вот сделай, чтобы мне мухи в глаза не летели, чтобы вот я уже как-то совсем в безопасности перемещался. Да, конечно, вот тебе автомобиль. Как вы понимаете, минимум вершин продакт находится вот здесь. Именно он, именно первое. То есть это та штука, которая плохо едет, с которой ты падаешь, сдираешь коленки, с помощью которой ты решаешь одну простую задачу. Без электроподъемников, без ксеноновых фар, без музычки в салоне. Но проблему ты решаешь, ты добираешься из пункта А, свою тушку доставляешь из пункта А в пункт Б за 15 минут. Вот эта диаграммка поможет, наверное, еще лучше понять, что такое МВП. Значит, давайте разберем словосочетание минимальный жизнеспособный продукт по словам. Что значит минимальный? Минимальный, в первую очередь, это то, что можно сделать быстро и дешево. Но если он будет просто быстрым и дешевым, то, скорее всего, он будет никому не нужен. А вот жизнеспособный – это как раз-таки тот продукт, который востребован и за который пользователь готов отдать деньги. И это очень важно. Когда эти две вещи соединяются, получается самая лучшая история для стартапа. Кстати, о стартапах. Pocket DJ – компания, которую я основал год назад. Это музыкальный сервис, который подбирает музыку для спорта, работы и отдыха на основе ваших музыкальных предпочтений. По сути, это такой one-click сервис, где ты нажимаешь волшебную кнопочку «Сделай мне хорошо». И мы анализируем ваши аудиозаписи ВКонтакте, в Last.fm и начинаем делать вам плейлисты для спорта, свиданий, того, что после свиданий, для отдыха, еще что-то. В общем-то, это штука, которая помогает людям слушать музыку, не напрягаясь, не тратя время на то, чтобы создавать эти плейлисты. По факту, под капотом, на самом деле, очень непростая система. Подключаются, да, вот там ВКонтакте, Last.fm, SoundCloud, там музыка, которая в телефоне. Потом на выход вылетают вот эти плейлисты. А вообще под капотом, на самом деле, машины ленинг, там и всякие такие суперсложные алгоритмы по акустическим параметрам, которые музыку по 12 разным критериям делят, классом разбивают, там плюс еще жанры. Вот так вот в системе выглядит энергичная и расслабляющая музыка. И тут вопрос, а как бы тогда выглядел МВП? Ну, надо же вот запилить это все, надо же это все напрограммировать, алгоритмы, рекомендации, боже мой. Система рекомендаций, вот вы, разработчики, знаете, идеально не существует. Люди создают систему рекомендаций по 20 лет и добиваются далеко не самых лучших результатов. Вот. Как выглядел наш МВП? Все началось, конечно же, с этапа Customer Development. Это вот как раз из длина, исследование покупателя. Я приходил в парке, я приходил в магазины по продаже спортивной обуви и приставал к бегунам. Стою, поджидаю бегуна у стенда с кроссовками, приходит бегун, начинает кроссовок смотреть, я к нему, привет, бегун, расскажи мне, пожалуйста, музыку слушаешь во время бега? Да, слушаю. Какую музыку слушаешь? Ну, о музыке люди любят говорить, поэтому он, естественно, сразу же мне начинал все рассказывать. Итак, постепенно я выяснил, что есть проблема, возвращаемся к проблеме. Есть проблема, что люди любят слушать музыку во время тренировок, но люди активные, там семьи, работы, дети, а вот тратить время на создание плейлистов они не любят. Они делают один плейлист и потом слушают его месяцами, он им надоедает. Вот наверняка у многих здесь, кто на машинах ездит, есть в машине подборочка, которая это подборочка вечная. И все ваши друзья ее уже наизусть знают, и мама ваша знает, и все уже так, слушай, я узнаю после этого трека нормальный, следующий, переключи, а? Вот. Ну вот, история всем нам знакома. Вот. И когда я приходил к бегунам, говорил, бегуны, давайте с вами сделаем так. Вы мне сейчас вашу музыку, ваш этот плейлист заезженный, все равно ничего не потеряете. А я вам за 35 рублей новый плейлист. Бегун подумал, а я еще там бейджиком Яндекс, Яндекс, они верят все Яндексу. Вот. Да, конечно, давай, вот на тебе 35 рублей, на тебе плейлист. Я уходил с этими деньгами за кофе, садился за компьютер, загонял все эти треки в систему Эханне, СластФМ, там. В общем, работал со внешними API. Да, разработчики должны понять. Работал со внешними API, получал в ответ новый плейлист из 100 треков и давал его человеку там в условленной для него удобной форме. Вконтакте плейлист, на Яндекс.Диск файлики загружены, как угодно. И что происходило? Люди начинали говорить, слушай, да, дружище попал, нравится. Не все идеально, да, не каждый трек хорош. Но окей, я могу под это бегать. И мне нравится, что у меня теперь есть новая музыка для бега всего лишь за 35 рублей. Итак, внимание. Для того, чтобы заработать первые деньги, мы не написали ни одной строчки кода. Ни одной. Мы подтвердили бизнес-модель, подтвердили ядро целевой аудитории, поняли, что наш продукт востребован, но не написали ни одной строчки кода. И это очень важно. Но это про B2C. Это вот бизнес-то-клайент модель. Теперь давайте поговорим про B2B модель. Это вторая компания, которой я сейчас активно занимаюсь. Общий знаменатель. Вообще, по сути, это система мониторинга бизнес-показателей, которая предназначена для того, чтобы смотреть бизнес-метрики в режиме онлайн. Основная целевая аудитория – это собственники бизнеса, руководители отделов продаж. Как выглядит кейс использования? Вот как примерно вообще, зачем это надо? Вот у вас есть собственный бизнес, есть отдел продаж, сидит там пять менеджеров, дубасят по телефону. Насколько эффективно работают менеджеры? Зарплату-то я им исправно плачу, а вот кто из них как бы деньги приносит в компанию, а кто тратит? Непонятно. И мы придумали систему, которая на самом деле достаточно сложная технологически. Там идет интеграция CRM-системы, IP-телефонии, каутрекинга, система учета трафика, Яндекс.Директ, Google AdWords. Все это вот, все это сшивается так вот, со всех отовсюду, данные забираются, забираются, забираются. Вот. И потом делаются вот такие вот отчеты. Вот у нас там плохо видно, конечно, к сожалению. Блин, ну ладно. По сути видно, сколько звонков сегодня сделал менеджер, сколько из этих звонков в результате были заключены в сделку, в коммерческое предложение, и сколько в результате денег на счету оказалось. Вот. И ты, и как бы проблема-то сейчас в чем, да, про проблему-то самое главное забыл сказать. Сейчас вот собственник, он видит вот эти все цифры в конце месяца, потому что вот ему там эти менеджеры отчеты наделают в конце месяца, он там что-то понимает. Все свои управленческие решения он принимает в конце месяца. А мы сделали систему, когда собственник сидит и каждый день у себя на телике вот так вот смотрит, как у него Костя поработал, как Петя поработал, кому как бы под зад дать, а кому премию дать. Вот. И он это понимает every day. Вот. Но прежде чем вся вот эта красота появилась, все эти сводные таблички воронки продаж, там вот это все дела, вот ребята, как выглядел МВП. Основная эта проблема в чем? Собственнику нужны цифры, ему нужны данные для того, чтобы принимать решения. Ему вот это вот не надо. Ну как бы это, конечно, классная вещь, она красивая, она продает, она как бы там собственник смотрит, о, ничего себе, хочу себе такой телек повесить, чтобы каждого менеджера знать. А на самом-то деле ему надо вот это. Вот. Ему надо просто видеть реальную активность своих сотрудников, каналов привлечения пользователей каждый день. Что мы сделали? Мы приходили к собственнику и говорили, давай мы тебе, ну там, как вот в твоем бизнесе надо, там каждый день, каждую неделю, как захочешь. Будем приносить табличку в Excel, где мы будем все сводить. Вот все эти данные будем собирать. Окей, давайте попробуем. Вот. Ну, средний чек здесь побольше, чем в Pocket Digi, не 35 рублей, а там минимум 75 тысяч рублей. Это, конечно, было поприятнее. Вот. И когда люди начали соглашаться, когда люди говорили, да, ребят, вы мне помогаете, я вот тут Петю взял нового, так он у меня не два месяца, как раньше на испытательном сроке работали балбесы мои, а за две недели я понял, что этот Петя мне не поможет в бизнесе, и мы с ним распрощались. Соответственно, человек сэкономил себе зарплатный фонд, да, на 75 процентов, конкретно там с Петей. Точно так же и про рекламу. Сейчас кризис на дворе, заливаешь 200 тысяч там рекламу, знаете, сервис Booking.com, вот они 2 миллиона долларов на контекст в день тратят. И вот если ты не видишь, как у тебя эти деньги тратятся, то они у тебя просто в холостую сливаются. А когда у тебя есть четкий отчет по каналам привлечения, когда ты видишь, сколько у тебя SMM принес, Яндекс.Директ, сколько конкретно в прибыль превратилось, да, вот рубль вложил, сколько вернулось. Это уже совсем другая история. Итак, давайте закрепим и в том, и в другом кейсе для того, чтобы заработать первые деньги, подтвердить бизнес-модель, подтвердить ядро целевой аудитории, да, вот самых ранних последователей, так называемых. Мы не написали ни одной строчки кода. Программисты очень любят программировать. Вот вы для себя, ребят, которые руки поднимали и в первый, во второй раз, определитесь, вы программировать хотите или бизнес делать. Потому что если очень хочется писать код, да, это знаете там, я не хочу ничего решать, я хочу код писать. Вот если вот как бы вот эта история, то, ребят, Яндекс, Эппл, Гугл, там суперинтересные задачи и там вы добьетесь успеха. Но если очень хочется писать код, а проверять гипотезы, ходить продавать не хочется, то есть риск просто залететь в ту группу риска, которая 90% стартапов, которые в результате даже на рынок не выходят. Вот, поэтому не бойтесь, пробуйте, ищите наколенные решения, приходите к вашим клиентам и пытайтесь понять, решаете вы их проблему или нет. Ну, а теперь, чтобы не быть уж только тут на своих примерах, давайте поговорим про мировые примеры. А, кстати, да, важный нюанс. Вот, про программистов, которые, следуя вот этой бизнес-логике, добились успеха. фейсбук, дропбокс, гугл, яндекс, продолжайте, кто мне поможет, может. Вот эти вот все компании, основали программисты, но они в нужный момент почувствовали бизнес-жилку, и начали бизнес делать, а не код пилить. Ну, и код пилили тоже хорошо, конечно. Не пилили бы хорошо, не было бы у них успеха. Вот, запас. Самый крупный интернет-магазин обуви в мире. Там, миллиардная компания. Как выглядело в ОМВП? Одностраничный сайт, сделанный за 4 часа, на котором есть фотографии обуви и кнопка заказать. Когда нажимаешь кнопку заказать, появляется окошко, где надо оставить номер телефона и имя. Что этот чувак сделал? Он пришел в магазин обуви, соседний, рядом в соседнем доме, и говорит, слушай, друг, дай мне твою обувь пофоткать. А зачем? я продавать ее буду, как ты будешь ее продавать? Ты не парься, как я ее буду продавать, ты мне дай обувь пофоткать. Окей, хорошо. Пофоткал обувь, выложил на сайте, и что получилось? В результате у него начали покупать. Он получал заказ, созванивался с клиентом, узнал, где он находится, приходил в магазин, выкупал обувь, приходил, продавал с небольшой маржой. Так он продал тысячу пар обуви за 3 месяца. Получил первые инвестиции, что он сделал на первой инвестиции, запилил нормальный сайт. То есть это не та история, где мы сейчас интернет-магазин на битриксе накрутим, вот такое вот там вложим туда, 500 тысяч рублей, а потом посмотрим, как это работает. Нет, нет. Вот она история. 4 часа работы, 500 тысяч инвестиций через 3 месяца. 500 тысяч долларов. Сколько это в рублях у нас сейчас? Хорошая цифра. Следующий пример. Airbnb. Отличная компания, очень нашумела, потому что очень интересные у них бизнес-модели, вообще ребята такие веселые. Как выглядело их МВП? Они, если я не ошибаюсь, в Сиэтле сидели, и у них там какая-то конференция проходила на 85 тысяч человек, а гостиничных номеров вообще в этом городе в принципе 25 тысяч. И они такие подумали, как эти ребята все размещаться будут, слушай, а давайте в нашем большом доме матрасов надувных наложим и завтраки предложим. И как бы на сайте, на одностраничном, который мы там за 2 часа сейчас на WordPress соберем, сделаем кнопочку заказать, забронировать, оставить номер телефона. Сегодня эти ребята зарабатывают 10 миллионов долларов в день. Чистой прибыли. Изначально их МВП – это сайт на WordPress, где можно заказать себе надувной матрас в одном доме с завтраком. Все. Никаких систем транзакции, никаких систем умных ключей, там чего-то, вот это все, что появилось потом, это вот как раз тот самокат, помните, да, это вот у них сейчас автомобиль, а тогда у них был вот такой самокат. Ну и такой самый непростой пример, но тем не менее, самый черт побери забавный. Dropbox. Все наверняка его знают, даже руки не буду просить поднимать, все пользуются. Вот. Сложный продукт технологический, да, вот реально сложный. Синхронизация файлов. Как тут можно сделать МВП на коленке? Вы удивитесь, как этот чувак поступил. Ну, вообще история короткая. Он ехал на какую-то IT-конференцию, забыл флешку. Ну, ему пришла идея, надо бы запилить что-то. Вот надо сделать сервис облачной синхронизации данных. Бабушки в транс входят, когда это произносишь, и девушки тоже. Вот. Начал он пилить прямо в поезде этот сервис, и понял, что пилить месяца три. Ну, то есть, только через три месяца он что-то выкатит, и только через три месяца он получит какой-то первый фидбэк и вообще поймет, надо ему это или нет, надо это людям или нет. Но где-то внутри вот что-то говорило, надо, надо, черт побери, это будет вообще бомба. Что он сделал? Да он видео записал. Он записал видео, где он просто файлики таскал, говорил, вот это будет тут, вот это будет тут, купи. Окей. 150 тысяч e-mail в первый день, 75 тысяч пользователей в первый день, когда сервис открылся. Ни одной строчки кода. Просто видеоролик, который рассказывал о том, что будет. Dropbox. Ну, в завершении скажу такое лирическое отступление. Давайте посмотрим на эту диаграмму, да, вот продукт, программисты любят пилить продукт, мантра. Вот он где. На втором месте снизу. Это причины, из-за которых стартапы дохнут. Вот если пилить 3 года продукт, то гибель-то будет вот скорее всего где-то там вверху по этим причинам. Вот. К чему я вообще об этом? К тому, что то, о чем я рассказывал, то, как мы подходили к созданию МВП, это вот закрытие решения первой основной вообще проблемы. Мы понимали, есть рыночная потребность или нет? Это нужно вообще или нет? А вот после того, как поняли, что да, вроде бы как нужно, давайте-ка продукт запилим. Вот. Поэтому, ребят, не надо думать, что ваш продукт обязательно должен быть филигранным, просто выточенным, вылизанным, только потом его там начнут покупать. Есть разные целевые аудитории. У меня, к сожалению, не хватило этого слайда. Есть вот такое понятие ранние последователи. Это люди, которые готовы сдирать коленки на вашем самокате, которые готовы прикручивать каждый день колеса задние, которые отваливаются, но они будут пользоваться, потому что их боль, их проблема, она острее, чем у всех остальных. Они готовы. Они готовы тебе платить 35 рублей за то, чтобы ты им этот плейлист ВКонтакте прислал хоть где-нибудь, потому что их так достал, этот плейлист предыдущий, что вот уже сил просто нет. Вот есть такие люди по всех начинаниях и их просто надо найти. И вот если вы их найдете, там человек 100, 200, 50, 300, почувствуете, что да, потребность есть. Вот теперь можно и продукт пилить. Немножко про фри. Вопрос. Ой, там было где-то. О, да, готов ответить на ваши вопросы. Прошу. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Получается, когда мы создаем какой-то минимально жизнеспособный продукт, мы как бы решаем для себя, как мы будем получать деньги с этого продукта. Да, вот вы рассказали примеры, которые в основном основываются на получении денег за именно конкретную услугу. Ну, там подборка плейлиста и так далее. Ну, сейчас вот на нашем мире очень много методов монетизации, как, допустим, реклама, размещение рекламы на своем сервисе. И вот у меня вопрос, какие, на ваш взгляд, лучшие методы монетизации продукта? То есть это продажа, реклама или какие-то лучше используются, какие-то хуже? Как вы считаете? Спасибо за вопрос. Смотри, вот получение денег за продукт, да, вообще за услугу, за что-то, это по сути факт валидации, подтверждение, что человеку это надо. Вот если он со своими кровными расстается, я не знаю, вот ребят, кто, наверное, пилил когда-то продукт, да, у всех, наверное, была такая история. Сидим на кухне с катанами, ну-ка, что ты там новое придумал? Да вот, смотри, какую штуку крутую запилил, нравится? Очень. Гениально. Слушай, а ты бы купил? Да, купил бы. Ну, давай, 130 рублей. Слушай, да у меня что-то нет сейчас. Не знаю, давай там ты еще логотип покрасивее придумаешь, кнопочку переставишь, может куплю. Вот эта вот история, да, такая утрированная, она очень часто происходит с разного рода продуктами, вот, и в тот момент, когда люди тебе начинают отдавать деньги, ты понимаешь, что ты решаешь их проблему. О способах монетизации, их огромное количество, вот, про способы монетизации, там, с помощью рекламы, ну, смотри, я давай вот тебе просто скажу примеры на конкретно на Pocket DJ, и ты как бы поймешь, наверное, как-то на свой вопрос. У нас сейчас там 25 тысяч пользователей, прослушано там 500 тысяч треков, ну, в общем, есть у нас пользователи, но, если мы сейчас включим аудиорекламу, один из способов монетизации, а в России, к сожалению, люди за подписку платить не очень хотят, именно поэтому мы за рубеж и шагаем, да, пока ВКонтакте существует, денег музыкальной индустрии будет очень мало. Так вот, если мы сейчас включим аудиорекламу, у нас очень много пользователей разбежится, потому что они скажут, ну, блин, я музыку хочу слушать, а вы мне тут про ботинки рассказываете, про мероприятие Ляписа Трубецкого в городе, я вообще другое слушаю. То есть мы сейчас, например, с рекламой не рискуем, потому что на этом количестве пользователей мы не заработаем то количество денег, которое вот нам нужно. Там будет доход 10 долларов в день, ну, поможет это тебе жить, проект растить или нет? А вот пользователей сколько ты потеряешь, это другой вопрос. Поэтому, подходя вообще к вопросу монетизации через рекламу, посмотри на сервисы, которые применяли такую бизнес-модель. Они наращивали аудиторию до 100, 200, 500 тысяч пользователей, и потом ее аккуратно, очень постепенно, поэтапно начинали вводить. Вот. И там контекстная реклама такая вот прямо. Ну, в общем, к чему я? К тому, что пока у тебя немного пользователей, ты скорее всего себе навредишь и денег не заработаешь. Когда у тебя пользователей много, эта модель работает. Про другие системы монетизации тоже могу рассказать, но если интересно, подходи после выступления по конкретике поговорим. Хорошо? Привет, меня зовут Лев, у меня несколько вопросов к тебе. как ты собрал команду и где найти человека в стартап? Ну, команда это самое главное? Очень главное вообще. Это в точку. Мы тут недавно собирались выпускниками Яндекс Толстой Кэмп, дебатировали, что самое главное человек вынес, кто что самое главное вынес из Яндекс Акселератора. Вот. И сошлись на мнении, что самое главное это, конечно, команда. Хотя бы просто потому, что если есть команда сплоченная, да, вот костяк, который готов стены прошибать, то этот продукт не полетит, другой полетит. То есть вы сможете как бы все равно итерациями подходить. О том, где набирать команду. Ну, у меня было несколько разных способов, несколько разных подходов. Первый подход, это, конечно, ближайшее окружение, когда ты с людьми работаешь, делаешь какие-то коммерческие продукты, притираешься и просто в какой-то момент понимаешь, вот этот человек, он как бы дышит со мной в один ритм. Вот с ним мы друг друга понимаем. И бизнес как-то вместе видим, там и исполнительный, там и надеяться я на него могу. И вот в этот момент ты его начинаешь затягивать. Если у тебя твои бизнес-идеи обоснованы, если ты можешь аргументировать, почему эта штука полетит, а не в облаках, да, летаешь где-то, то люди начнут за тебя цепляться. Поэтому побольше конкретики, побольше реальных расчетов и ты сможешь потянуть людей из ближнего окружения. Если в ближнем окружении кандидатов немного, то очень хорошая история с стартап-акселераторами. Особенно вот с такими, как Толстой Яндекс.Кэмп. Потому что туда приходят люди, в отличие от фри, да, во фри приходят уже сколоченные команды, уже там у них бизнес они ставят, конкретно начинают его разгонять. В Яндекс.Толстой.Кэмп приходят люди, которые с идеями, без идей, они как бы пришли просто круто по фан поработать. Но так как у Яндекса очень жесткий отбор, туда приходят реально компетентные ребята, адекватные, очень умные и с хорошими навыками. Поэтому туда можно прийти со своей команды, без команды, с хорошей идеей, с продуманной какой-то там бизнес-моделью хотя бы с какими-то наметками и собрать команду прямо там. Я так и сделал. Двоих своих ребят, вот Ваню и Никиту, я нашел на Яндекс.Тарте. Мы с ними 8 месяцев бежали и дальше бежим. Понял, спасибо. И еще, если не секрет, где находится инфраструктура первого проекта вот Pocket DJ? Digital Ocean. Digital Ocean, GitHub, чего там еще? Да, Digital Ocean, GitHub основные. Понял, понял. Какой у тебя самый популярный канал привлечения пользователей оказался на первом этапе? Самый популярный это в смысле самый доходный? Ну да, да, да. Когда они активировались на сайте уже. Я понял. Ну смотри, мы больше всего экспериментировали, конечно, с контактом, потому что у нас там завязано на авторизацию. Вот. Но самым доходным оказался хабра-хабр. 3,2% конверсии при целевой конверсии 1,7% в оплату. Понял. Хотел скачать, у вас сейчас Android только, почему iOS не сделали? iOS, смотри, App Store, у них очень жесткая политика в отношении контента. Это точно. Да. Мы сейчас контент берем из контакта. Пока у нас нету 6 миллионов долларов, чтобы купить его у правообладателей, поэтому мы немножко пиратим. Вот. Но мы сейчас придумали классную тему, блин, рассказ, да, можно рассказать, наверное, с YouTube. То есть мы нашли способ, как от YouTube ролика отсоединять аудио. Вот. И мы сейчас будем стримить аудио с YouTube, а это уже такая реально полулегальная история. и мы в App Store будем проходить через 2-2,5 месяца с полноценным приложением со стримингом рекомендаций. Windows? Что Windows? А, Windows Phone. Слушай, на Windows Phone вообще интересная история. Могу немножко поделиться статистикой и тоже про бизнес, что если взять платящую аудиторию iOS за 100%, то на такое же соотношение пользователей Гугла только 10%, которые готовы платить. Ну, Android, как ни странно. Так вот, если взять за 100% iOS, то Windows Phone, как ни странно, 80%. То есть, ну, вообще экономически это интересно. Но пользователей действительно очень мало. Вот. Мы сейчас ищем человека, какого-то энтузиаста, который знает C-Sharp, который готов запилить приложение. Если, мало ли, тут в зале есть желающие с музыкой поработать, welcome. Следующий вопрос. Хотел бы еще себя посоветовать вот к первому слайду для книги еще как бы хорошее издание построения бизнес-модели Астровайдера. Да. Вот это шикарная вообще вещь. Да. Всем стартаперам рекомендую. Спасибо. Здравствуйте, меня зовут Евгения. Хотел бы, у меня такой глобальный вопрос хотел бы задать. Смотрите, у нас есть замечательная идея, у нас есть самокат. У нас есть первые пользователи, очень довольные пользователи. Что делать с конкурентами? На рынке появляется тут же велосипед, и наши довольные замечательные клиенты уходят к более продвинутому сервису. Что делать в этом случае, и какие вообще решения существуют для данной проблемы? Спасибо. Конкуренты, да. Конкуренты есть всегда. вообще сейчас вышел на мировую арену Китай, бабук из Яндекса, наверняка знаете про такого товарища, рассказывал очень классную историю, как они запустили одно приложение в Китае, то есть чисто под рынок китайский заточено, выпустили приложение, приложение набрало миллионы установок в первые дни, через 12 дней было 22 клона. Ну, Китай. К чему я вообще про это? К тому, что конкуренты были, есть и будут, вот, есть несколько способов борьбы вообще как бы с этим явлением. Первое, это наращивание неконкурентных преимуществ, да, ну вот, если взять на примере Pocket DJ, то у нас эта тема, она связана с тем, что мы систему рекомендаций выстраиваем несколько иначе, чем это делают вообще принято как стандарт в отрасли. Если кто-то захочет делать систему рекомендаций, похожую на нашу, а у нас, кстати, ну, пользовательские метрики, вот там, возврат на второй день, седьмой, тридцатый день, он выше средних по рынку, там, в три, в четыре раза, то есть реально очень хороший. Некоторые люди из Яндекса нам говорят, что у вас алгоритм рекомендации лучше, чем у Яндекс.Музыки. Вот. К чему я об этом, что есть, должны быть какие-то маленькие моменты вот в продукте, которые конкуренты повторить, безусловно, смогут, повторить можно абсолютно все, но им на это надо будет потратить там месяц, два, три. А пока они вот этот месяц, два, три разрабатывают, вы-то на месяц, два, три впереди, и вот если вы темп умеете не избавлять, то это может помогать бежать впереди. Это первое. Второе. Не надо бояться больших компаний. Я видел изнутри, как работает Яндекс, я видел, знаю там, как работает немножко Apple, знаю, как работают вообще вот такие монстры, а это очень-очень неповоротливые бегемоты, слоны в посудной лавке. Они пока там примут решение что-то запилить, это очень долго все будет двигаться. Поэтому у маленькой компании, у стартапа, тут кто-то в прошлом у спикеру задавал вопрос, там, что типа лучше, маленькая команда, большая. Для разных целей разная команда лучше. Вот если цель бежать быстро, бежать быстрее, гугла, apple, и вот этого всего братства супер монстров, маленькая команда это супер сила, потому что все в синхроне, все сфокусированы, все четко знают, какую задачу они сейчас решают, а они прямо точечно бегут и наращивают это неконкурентное преимущество, которое там Google, Apple будут догонять очень долго, пока они там бумажку перешлют по поводу того, что смотрите конкурент, вы уже будете далеко впереди. Вот, ну, есть, наверное, еще что-то. Есть такая штука, линканвес, ну ладно, попозже, подходите, я расскажу поподробнее про линканвес, там вот вещь специальная, которая помогает на самокате на своем ехать впереди всех. Уважаемые коллеги, спасибо большое за вопросы, мы, к сожалению, выбиваемся из тайминга. Дмитрий, спасибо.